Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня еще раз у нас на канале Михаил Бородянский. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Светлана! Сегодня у нас очень интересная тема для наших зрителей, которые в последнее время особенно интересуются векторами и своим состоянием. И я не знаю, вы в курсе, Михаил, или нет, мы создали группу, специальную группу знакомств. Нет, не в курсе, пока. А, вы не в курсе. Значит, у нас в Телеграме есть группа, и туда записываются люди, которые не просто хотят встретить свою половинку, а с определенными намерениями, то есть намерениями иммиграции. И вот, наконец-то, уже прошел месяц, там уже порядка 80 человек, и они уже начинают обмениваться, что меня радует, потому что вначале никто ничего не писал, все стояли по уголкам, в особенности мальчики. Девочки такие посмелее, они так писали, мне там столько-то лет, я хочу то-то, то-то. Но вот сейчас пошла какая-то дискуссия, я этому очень рада, то есть это вопрос востребованный, как встретить своего мужчину и построить с ним отношения мечты. Да, а они чем обмениваются? Результатами своих тестов на вектора? Нет, они пока обмениваются просто своими данными, как сказать, биографическими данными, да, я такой-то, такой-то, хочу в игре в РТШ, у меня там ребенок столько-то лет, ищу свою половинку. Но не более, а один человек написал, кто он по гороскопу еще, вот. Хорошо. Так что тема востребованная. Давайте поговорим. Да, итак, как встретить, где они водятся? Где они водятся? Ну, наверное, у каждого есть свой ареал, где они водятся, и, может быть, надо к векторам привязать как-то. Красные водятся в одном месте, коричневые в другом. Вопрос ведь не в том, где водятся, а вопрос в том, чтобы настроиться на какую-то правильную волну, когда встречаешь свою жизнь, потому что тебе принадлежит какой-то собственный успех, реализацию близкого человека, личное отношение. Поэтому я на эту тему смотрю именно через правильную настройку на некое состояние. Ну, это интересно, потому что, наверное, вот многие люди, когда мы создали эту площадку, я, в общем-то, не собираюсь быть свахой, да, мне еще только этого не хватает. Создали площадку специально для того, чтобы она была тематическая, да, то есть это не просто место, где люди встречаются, таких сайтов, сколько хочешь. А здесь встречаются люди, у которых есть намерение эмигрировать, и все-таки, наверное, это и есть та самая настройка, которая позволяет им как-то сфокусироваться в каком-то направлении найти единомышленников. Ну, это одна из целей, скажем так, найти единомышленников. Ну, это же может быть какая-то промежуточная, да, человеку нужен кто-то, с кем он перейдет в другую стадию своей жизни, пройдет трудный период. Это не всегда обозначает, что человек ищет кого-то себе для долгих отношений, для жизни. Или у вас это так? Ну, понимаете, как, вот очень многие люди, которые там в этой группе общаются, они пишут, да, что вот я хочу уехать, да, но мне одному как-то стремно, да. То есть мы все хотим иметь плечо, мужчины и женщины рядом, плечо, на которое можно опереться. И уж как там дальше сложатся отношения, неизвестно, но пока вот эта идея на начальном этапе может быть вполне себе системообразующая. Дело в том, что даже когда два молодых человека просто встречаются, да, и просто у них возникают чувства, вообще ничем не подкрепленные, кроме чувств, да, тоже никто не знает, как у них сложится. Там возникнут родители, там возникнет семья, знаете, нужно жениться на сироте, там может быть много всяких обстоятельств. А здесь вот это... Не подкреплевать, да, меньше проблем, когда есть сирота, да. Да, да, а здесь все-таки есть возможность уехать и во всяком случае вот это... Я скажу так по себе, что, конечно, эмиграция – это испытание для брака. Это вообще-то не так просто, да, то есть я знаю просто очень многих людей, которые не выдержали это испытание, у них, наоборот, браки распались. Но если два человека с таким намерением объединяются, то есть они понимают, да, нам будет трудно, да, мы должны этот вот период пройти, то они вот как-то, наверное, я не знаю, вот как правильно, как они должны себя вести в такой ситуации. Ну, я думаю, что на первом этапе это, правда, идея объединяющая, как вы сказали, системообразующая, да, общий интерес, общие какие-то в этом месте усилия, ресурсы и так далее. Но что будет дальше, это большой вопрос, и то, как мы проходим трудности, это свойства и каждого вектора, и каждой личности в отдельности. И нет в этом никакой, не то что гарантии, да, нету какого-то большого шанса, что пройдя через эти трудности, люди останутся вместе. Вот я о чем хотел сказать. И, может быть, к этому стоит подходить с другой стороны, более тщательно смотреть не просто на человека, с которым мы пройдем этот сложный этап один, а на человека, с которым я хочу и готов, готова с ним дальше жить, там, 5 лет, 10 лет, 20. Или мой фокус внимания на вот ближайшем времени, на том, чтобы мне совершить этот переход. Потому что хорошо, когда мы идем, не знаю, в горы или в поход с опытным проводником, с группой, есть чувство плеча, и мы не одни, это все классно. Но потом поход заканчивается, мы возвращаемся, и хочется совсем других вещей. Хочется гармоничной, спокойной жизни, когда нет какого-то экстрима, когда не каждый день есть такие глобальные цели. И это может быть совсем другой человек. Ну, вот представьте, если, опять же, про вектора говорить, да, человек с красным вектором. Ему не хватает свободы, ему хочется расширить свое пространство, и часто его идея о смене местожительства, об эмиграции. Но ведь красный, он горит так на пике, и пока он этот процесс подготавливает, осуществляет, знакомится с мужчиной, с женщиной, создает пару, семью, он горит этим процессом, и, кажется, что он горы свернет, будет всегда такой. Потом процесс-то совершается, и как-то вот заканчивается, и начинается более рутинная жизнь, где уже нет места ежедневному подвигу, а есть просто рутина. Это работа, это построение отношений, то есть еще большая работа, это, не знаю, общение с детьми и так далее. И здесь мы видим, что человек, он меняется, и он впадает в какую-то депрессию, и его снова куда-то гонит к ярким переменам и еще к чему-то. И тогда такие пары рушатся, я знаю людей, которые на фоне вот идеи совместной эмиграции, или просто даже переезда куда-то в другой город в одной стране, они хорошо сошлись, а потом они не нашли общего. И то же самое наоборот, бывает человек с коричневым вектором, который очень медвителен в плане включения в процессы, в перемены, в ту же самую эмиграцию, его сложно раскрутить. И смотришь, думаешь, нет, это, наверное, не тот партнер, с которым мне вот сейчас жизнь поменять, и горы сворачивать. Но оказывается, что он, во-первых, очень надежный партнер, и если с ним нормальные отношения строить, и он все-таки в этом медленном темпе дозреет до каких-то перемен, то он потом способен и к этой рутине, и к реальному отношению, и он готов вкладываться, и у него ценности другие. У него не пиковые ценности, а у него ценности совместной жизни. И это гораздо ценнее, мне кажется, чем вот эти вот, давай сейчас мы все горы сворачем. Ну, люди, когда строят отношения, конечно, они закладываются на более долгий период, но, то есть, скажем так, желание у них иметь построить свою семью на более долгий период. А реально, реально, они смотрят буквально до билета в Америку. Вы знаете, я просто диву даюсь, люди ставят себе целью приехать в Америку, и дальше на следующий шаг они уже не планируют. И оказывается, здесь ситуация, когда, опа, ну приехал, и что? А нужно начинать все сначала, а куда дальше? Они не были готовы к этому. То есть, они приезжают, и все. То есть, конечно, просто, наверное, установка ментальная, что переезд в Америку не есть сама цель. Вообще не есть цель. И когда ко мне приходят люди с целью, хочу получить выигры, грин карту, хочу приехать в Америку, я говорю, стоп, эта цель вас приведет в никуда. Это прекрасная идея получить вид на жительство, прекрасная идея выиграть грин карту. Все это здорово, но это не является целью. Если вы ставите такую цель, то у вас ждет разочарование. Попадете вы туда, разочарование будет в любом случае. А главный вопрос, а зачем вам надо? Что за этим стоит? Что вы хотите? И тут люди выходят на свои какие-то реальные настоящие цели. И вот обозначают, я хочу там свободно заниматься бизнесом. Но это уже цель какая-то. Я хочу расти детей в стране, где там и дальше по списку. Это уже цель какая-то. И тогда мы выруливаем на более правильную дорожку, и человек начинает иначе смотреть на это. А это очень важно. То, как мы ставим свои цели, как мы их формулируем, это очень важный аспект. И вот я это примерно сюда привожу в плане лотереи. У меня за последние года, наверное, три, что мы с вами знакомы, кстати, у меня было на тренингах семь запросов, таких вот четких, на выигрыш грин-карты. И из этих семи запросов у меня пятеро выиграли. А два не выиграли. Но это не пять тысяч из семи тысяч. Если бы у меня было столько, я бы сказал, все, у меня тут маленькая контора, я обеспечиваю. Это не статистика. Это, давайте скажем так, на плане случайности. Но это все же пять из семи. И это было после той работы, которую мы привели, прежде всего, с целями, с отношениями, что за этим стоит, кто есть плечо, в каком составе. Человек встроился совсем в другую систему восприятия жизни, своих целей, партнерства и так далее. И получилось, и срослось. Там кто-то играл три года, кто-то играл уже одиннадцать лет, вот выиграл после этого. Поэтому, и с целью встретить мужчину, как мы назвали эту тему, встретить своего мужчину. Как встретить своего мужчину и построить с ним отношения мечты. Негармонические даже отношения мечты. Да, отношения мечты. Здесь вопрос, что такое отношения мечты, и что за этим стоит, и что, правда, является целью, а не средством. В тренинге, в которой я иду на эту тему, мы с этим будем разбираться, не знаю, одну треть времени. Потому что, еще раз, правильные, выверенные цели и очень четко сфокусированное намерение на эти цели, оно уже является половиной решения задачи. Да, я с этим абсолютно согласна. Я не знаю, я вам рассказывала, есть то или нет, что когда мне было 10 лет, я дала заявку на будущую жизнь, на супруга. Я вам рассказывала когда-то, наверное, да? Да, 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 и так оно и пришло. Да, и потом, когда уже... Да, да, там были какие-то, ну, опять, в силу возраста, какие-то свои были формулировки, но, во всяком случае, суть вопроса от этого не меняется. То есть, если есть четко сформулированный запрос, да, то Вселенная нам этот запрос и реализует в том или ином виде. Чем четче сформулирован, да, тем, значит, будет точнее заказ выполнен. Правильнее сформулирован. Выберите карту, казалось бы, такой четкий запрос, но это неправильный запрос, потому что это является средством, а не целью. Нет, нет, я говорю именно о поиске своей половинки. Уже много лет спустя я тут ходила на какой-то тренинг, такой вот американский тренинг, на дому какой-то тетеньки. Это был женский тренинг, и там тоже все искали себе половинку там, и все это. И она тоже сказала, напишите все, что вы хотите увидеть вот в своей второй половинке. И одна женщина говорит, да, точно, я написала все, она уже не первый раз ходит на этот тренинг, я написала все, куда-то засунула в какой-то ящик, совершенно об этом забыла. И когда уже вышла замуж, вдруг натыкаясь на эту бумажку, батюшки, вообще, ну все, слово-слово, вот как она заказала, так ей дали. Поэтому действительно сформулировали, а не все умеют формулировать. Все вот, я когда-то писала, что вы цените мужчине больше всего. Они говорят, надежный, красивый, мужественный, харизматичный. Да, и все, вот на этом кончается. Ну, получишь харизматичного деспота, да. Ну, как бывает, да. Вы знаете, я вот как-то по опыту моей работы с клиентками, у меня есть, ну, другой взгляд, немножко другая подходит к этой теме. Мне кажется, самое главное, это формулировать не то, какой должен быть мужчина, а то, как женщина хочет себя рядом с ним чувствовать, в каких-то бывать состояниях. И вот тут можно уже брать там разные сферы жизни, да. Что она хочет в сексе, какие она хочет оргазмы, как она хочет с ним просыпаться, а вечером засыпать, как она хочет с ним есть, путешествовать. И, с одной стороны, да, если очень такая четкая фокусировка, хочу блондина, ростом 198, по профессии бухгалтер, разрабатывающий столько и так далее, может быть, он такое есть и кому-то повезет. И мы об этом узнаем, потому что об этом всем будет рассказано. Но в большинстве случаев такая вот избыточная фокусировка на деталях и подробностях, она не приводит к успеху. Ну, вот мой опыт так это показывает. По банальной причине, да, может он такой и есть, и женщина будет мимо него проходить, но будет как-то на него свет иначе падать, и она скажет, ой, вроде не блондин. Так все подходит, вроде не блондин, не мой, и все, и мимо пройдет. И это относится к любым целям, про личные отношения, про что угодно. Избыточная фокусировка, она несет за собой проблемы. А вот если говорить про собственное состояние, я хочу себя чувствовать с мужчиной так-то и так-то, если это представляет женщина. И вот здесь можно избыточную конкретику, пожалуйста, что угодно, не мешает это процессу и настраивает как раз на правильный лад, на ту самую волну. И есть шанс у мужчины, который на этой волне, условно говоря, живет, оказаться рядом. И тогда женщину увидеть, она же не ставила к мужчине требований каких-то. Поэтому у нее в этом месте шире взгляд. И она все время спрашивает, вот с этим мужчиной я чувствую себя так, как я хотел, или нет? А чувствуешь, они менее обманчивые в данной ситуации, чем какие-то наши картинки. И так можно выйти на... Ну это интересный подход, я такого не слыхала раньше, это интересный подход. Ну хорошо, а вот как вы предлагаете, вот вы говорите, там, заточенность на вектора, да? Дело в том, что, ну хорошо, у человека там их целых восемь, они все восемь имеют место быть. И по каким критериям мы, собственно говоря, будем оценивать? Допустим, есть человек, у него более, ну скажем так, более-менее в каком-то диапазоне с векторами все более-менее нормально, да? И он чувствует себя... Ну в принципе нормально, да, независимо от отношения, у него все с векторами нормально. У него хорошо все с векторами, у него и красный хороший, там, и коричневый нормально, и с кожным все хорошо, так, все у них... Ну и с остальными тоже все хорошо. Да, и получается так, что, ну хорошо, а вот как ему подбирать свою половинку, если у него он такой, знаете, всеядный, да? То есть он как бы такой весь кругленький, у него все хорошо, все в порядке. А кого ему подбирать-то? И тогда начинается, не закомплексует ли вторая половина, причем это не обязательно женщина-мужчина, это в данном случае мы говорим в целом, да? Не закомплексует ли вторая половина, скажет, ой, блин, он такой вообще идеальный, вообще такой весь круглый, у него все вектора принято, а у меня там вот там кто-то написал вообще там 26 принятия, да? А я такая вся угловатая, неуклюжая, у меня там ничего не принято. И это какие-то комплексы, то есть, понимаете, тут тоже надо же как-то нежно подходить. А я подходил к этому нежно с обратной стороны. Я считаю, что совместимость векторов нужно вообще смотреть от противного. И нужно смотреть не на то, что нас соединяет, то, что нас похоже, близко, стыкуется. Это как раз подскажет чувство, любовь и все остальное. А нужно смотреть на то, что у нас конфликтное в нашей паре. И смотреть на это трезво. И сопоставлять с одной стороны свои чувства, привязанное ощущение, что это мой человек, не мой. А с другой стороны, вот я смотрю, у моего предполагаемого партнера есть вектор, который с моим вектором, он и так-то в конфликте. А он еще у человека не очень принят, и у меня не очень принят. И всех конфликтов он будет гораздо жучче. И я знаю, в чем этот конфликт состоит. Ну, например, давайте красный-оранжевый возьмем. Красный, который расточительный, не только в плане денег. Расточительный в плане энергии, помощи своим близким. Чедрой души. А оранжевый, который считает, что надо с энергией очень осторожным быть. Не то, чтобы прямо скупердяй. Надо быть в этом месте внимательным. И это повод для конфликта. И вопрос там, а готов я в новых отношениях, которые создаю, с этим конфликтом быть, разбираться, насколько это как-либо для меня травматичен. Если я знаю по жизни, что как только я вижу другой подход к этому делу, меня трясет, то это значит, что у меня это будет большая зона напряжения в этой паре. Какие-либо ли у меня чувства, какие-либо ли другие векторы нас соединяющие, пусть мы там вот два дюжа каких-то совпадающих. Красных, коричневых. Если есть вот та зона напряжения, она будет систему точить, и она ее может разрушить. Ну а как, тогда мы уже заранее, как бы не дав людям шанса попробовать, скажем, а, окей, вот если такая ситуация, вот вектора не годятся, значит этот человек не годится. Нет, мы скажем по-другому. Мы скажем по-другому, что в возможный союз, в возможное отношение ваше, вы изначально с тобой берете некий багаж. Этот багаж состоит из проблем таких, таких и таких. Вы просто об этом должны знать. Или вы решаете, что только это мне не надо, да, чего угодно это заберите. Или вы говорите, что да, я понимаю это, и готов с этим как-то быть, работать, в это вкладываться. Я понимаю, что есть у нас точки напряжения в нашей паре, они обусловлены нашими особенностями, и мы это знаем заранее. Вот, что здесь самое важное, мы это знаем заранее. Когда люди соединяются в какой-то союз, у них есть любовь, отношения и пр. Если они знают, вот у нас там точка напряжения, мы оба с тобой ее видим, и мы знаем, что когда мы будем в это место упираться, мы другу скажем, ау, ты помнишь, да, мы же с этим заходили сюда, это наш багаж общий. Хорошо так теоретически рассуждать, а на самом деле, когда жизнь включается, да, и все по жизни, получается, что это становится причиной раздора, и уже никакие установки заранее, о, вот ты помнишь, да, там мы с тобой договаривались на берегу, но, да, по жизни всякое бывает, и очень, может, лучше ничего не получится. Я так работаю с парами, и эта штука, правда, помогает. Если люди, заходя в какой-то союз, знают, что вот, возможно, такое, ну, как брачный контракт, для чего пишется, что если у нас появится напряжение какое-то, что? Деньги отсудить. Не только деньги, но там разные вещи, да, если у нас будет напряжение, и что-то еще, мы помним, о том, что у нас там записано, и каждая потом знает, и знает, чем закончится эта ситуация, и люди выбирают свои действия. Так же и здесь, поэтому просто знание о том, что есть точки напряжения, оно спасает пары, и оно дает хорошую опору в трудные моменты. Ну, вообще, да, вот если сравнивать вообще с любым контрактным ло, да, с законом по контрактам, когда в контракте записано, да, вот, в случае чего мы будем судиться, или в случае чего мы возьмем арбитратора, который нас рассудит, люди знают, ага, надо не доводить до такой ситуации, потому что и то, и то не так уж приятно, да, то есть они стараются просто близко не подходить к границе. Это некий маячок, о котором люди знают и помнят, и вот с этим противоположенными также важно их знать и помнить, и понимать, что мы вместе с этим заходим в наше личное отношение. А так, вот смотри, совместимость, кто с кем, лучшая пара, не лучшая пара, я бы это все отдал куда-нибудь на небесную канцелярию, потому что так векторы не работают. То есть мы, несмотря на наличие каких-то векторов, принятых, не принятых, все равно формируем у людей правильное отношение к этому союзу, да, и только правильное отношение, оно может являться залогом вот какой-то хороших отношений в семейной жизни, в будущем. Думаю, да. Если человек готов принимать векторы в себе и в партнере, пусть он пока не достиг к этому какой-то большой высоты, но он готов этим заниматься и понимает, что это единственный вариант для гармонических отношений, и оба это делают, тогда у них есть перспектива, даже при том, что на данный момент они вовсе не гармоничные связочки такие. Ну, это, в общем-то, вполне себе разумно. Я тоже понимаю, что оно должно работать, и на самом деле, поскольку мой опыт общения со Вселенной показывает, что это общение происходит, да, то есть мы ставим заказы, нам в соответствии с этим заказом что-то дается. То, чем четче прописано все это, да, вот, как сформулировать этот заказ, то тем тебе лучше воздастся, и есть шанс, что, может быть, даже что-то, если правильно сформулировать отношения, не только краткосрочно на период эмиграции, но, может, действительно, там будет что-то более долговременно. Да, возможно, да. Ну, это интересно очень. А какие у вас даты проведения этого семинара или тренинга? Это одно занятие? Это четыре занятия, это будет в августе у нас, начиная с первого августа, и это не тренинг о том, как выйти замуж, да, немножечко не моя специфика, это тренинг о том, как, опять же, настроиться на правильную волну, как понимать партнера, как понимать себя, как разобраться с проблемами, которые тянутся из прошлого, как-то прошлые отношения, дети от предыдущего брака, то есть все вот это, чтобы оно не отягощало новые отношения, которых пока еще нет, а чтобы это все привести в то состояние, когда оно так вот сверкает на солнышке, да? У меня есть прошлые отношения раз, два, три, четыре, пять, у меня есть какие-то психологические травмы, есть ребенок или дети, есть непринятые векторы, еще все, и это все выглядит так, что мужчина смотрит, она такая классная, вот у нее все это прямо отыграет, вот это вот подать. Мы немножко будем разбираться с бэкграундом, с тем, что было в прошлом, чтобы она действительно перестала мешать, а не просто сверкала и играла, и будем работать с векторами, женскими, мужскими, с совместимостью в паре в том числе, ну, еще там несколько есть разных тем. Ну, это все очень интересно, я сама с удовольствием его послушала, хотя, в общем-то, я не планирую искать снова. Но, тем не менее, я думаю, что для общего развития это все равно полезно. Давай, короче, вам и всем остальным, кто нас смотрит и слушает, надо при регистрации написать, значит, кодовое слово, секрет, и будут специальные условия участия, скидки и прочее. Ну, слушайте, шикарно. Я думаю, что вот мы проанонсируем вот это наше видео, которое мы сейчас записываем. С одной стороны, мы вывесим, конечно, его на канале, с другой стороны, у наших группах в Телеграме, где люди специально для этого встречаются, я думаю, что им тоже будет очень интересно послушать это все и, может быть, кто-то захочет поучаствовать. Я думаю, что это будет интересно. В общем, мне это интересно, поскольку я люблю такие штуки все. Это интересная тема. Я много лет вел тренинг в живом варианте, вот сейчас первый раз делаю его онлайне, для меня это тоже такой новый опыт перенесения нового какого-то продукта в интернет. Такое интересное. Ну что же, очень интересно. Я думаю, что нас смотрит аудитория, которая уже подкована по части векторов, потому что мне люди в Телеграме все время пишут, у меня такие векторы. То есть мы уже на одной волне с ними, уже они поняли, о чем речь. И, в общем-то, все стараются свои вектора как-то так попринимать получше, понимая, что это и здоровье, и вообще полезно собой заниматься. Это немножко обращение вглубь себя, что всегда полезно. На себя любимого посмотреть. Ну что же, спасибо большое, Михаил, за такое вот описание курса. Меня бы заинтриговали, будем надеяться, что остальных тоже. Ждите тогда, друзья мои, ждите в эфире вот наше видео. И мы вас очень просим заранее, еще до августа месяца, у нас вон еще две недели, пишите вопросы к Михаилу, который у вас возникнет по этому ролику, и он тогда включит, да? Вы включите эти вопросы, просто программу тренинга. Да, я смотрю, что интересно, и сделаю что-нибудь. Да, и он будет более персональный. Я думаю, что вот наша сегодняшняя беседа, она может вызвать там какие-то дискуссии. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Как-то будет оно так повеселее. Ну хорошо, друзья мои, спасибо вам большое всем за внимание. Спасибо, Светлана. Спасибо, Михаил. На этом будем заканчивать. Всего доброго. До встречи. Пока-пока.